Добрый вечер, дорогие друзья! Замечательный сегодня у нас вечер, потому как я всегда говорю и детям, и своими внукам, будем помнить мы, будут помнить нас. Иначе никак. Я хочу вспомнить сегодня четырех. Четырех людей, которые оставили творческий след в моей жизни. Кого-то я могу назвать близким другом, кого-то просто добрым знакомым. Первый из них Сергей Каплан. Кто-нибудь слышал это имя, фамилию? Если вам не трудно, поднимите, пожалуйста, руки, мне будет понятнее, что я пою не в пустоту, а людям, которые знали Сергея Делиоровича, человека с простым именем и с очень редким отчеством. Его папу звали Делиор, 10 лет Октябрьской революции. Так его назвали когда-то. Сережа оставил очень большой след в моей жизни. И когда его не стало, мы придумали фестиваль-кружку с Сашей Сафроновым. И вот ко второму фестивалю мы очень ответственно как-то отнеслись больше, чем к первому, потому что поняли, что фестиваль будет жить долго. И эта подготовка к фестивалю была такая перенасыщенная, что я однажды во сне увидел такой тяжелый сон, как будто бы я подхожу к своему дому, а там в окнах какая-то мельчишня, такая суета. Я говорю, что здесь происходит? Они говорят, Каплан вернулся. Я говорю, ну, вы что, с ума сошли? Откуда не возвращаются, к сожалению. Вернулся, Каплан объясняет, что ненадолго, он просто там заснял очень интересный фильм о себе, о том, что было, о том, что там. И вот сейчас мы только тебя ждем, чтобы этот фильм начать смотреть. Я отнекиваюсь, говорю, ну, вы что, так не бывает. Я спрятался куда-то в угол, чтобы это не слышать, не видеть. Но тем не менее я слышу мелодию, слышу слова. Вы не поверите, я утром записал эти слова, позвонил сразу Сафронову, и он говорит, ну, поэзия та еще. Но именно так разговаривал с Сережей, именно так он писал свои стихи. То есть некоторые детали были от него. То есть это такая песня и не о нем вроде бы, и не про него. Вот такое вот ночное видение, впечатление. Седой голос в бороду, без в ребру. Стану с тихо писать, дайте мне перо. Жизнь проходит быстро, я как кино. Буду в том кино, я все равно. Мы найдем на острове чудный лес, Там построим хижину до небес. Нам отпустит, Боженька, все грехи, Разрешит нам бодочки и ухи. Заиграет красками память наша. И в конце туннеля замаячит свет. Мы с улыбкой скажем, привет, Каплаша. Он ответит ласково, всем привет. Я, друзья, вокруг костра рассажу, Язык я в старости покажу. Добрый вечер, милые вы мои, Запоют ночи ядра соловьей. И опять отправятся в долгий круг, Кружка цвета красного, верный друг. Добрый вечер, милые вы мои, Запоют в ночи ядра соловьей. Он так же лягушек называл. Заиграет красками память наша. И в конце туннеля замаячит свет. Мы с улыбкой скажем, привет, Каплаша. Он ответит радостно, всем привет. Заиграет красками память наша. И в конце туннеля замаячит свет. Мы с улыбкой скажем, привет, Каплаша. Он ответит радостно, всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok Это Леонид Сергеев. С Леней меня связывает огромный отрезок жизни. Много творчества. Начиная с 2012 года, мы с ним делали фестиваль юмористической и сатирической песни «Ёрш», который считается по-настоящему единственным в нашей стране фестивалем такого уровня, юмора, сатиры, песни, поэзии. Два года уже фестиваль проходит без Лени, но носит его имя. Через несколько месяцев после его ухода позвонил Женя Быкова, Григорьевича Баксарова. Сказали, что у них есть много материала. Они готовили новый диск с Леней. Написали все тонограммы, все минуса, все продумали, но Леня спеть уже не успел. И у них огромное желание, чтобы этот диск увидел свет, чтобы эти песни спели его друзья. Я удосужился чести спеть одну из песен на этом диске. Диск вышел очень крохотным тиражом. У меня с собой есть несколько штук. Если захотите, потом подойдите ко мне. Мы устроим так, чтобы диск стал вашим. Вот одна из песен этого диска, которую я исполняю там в совершенно великолепной алинжировке и аккомпаневенте Евгения Быкова, Лидии Чебоксаровой и других хороших музыкантов. Песня называется «Сонет номер два». Пересчитает листопад Последней осени приметы И красно-желтые приветы Пошлет по ветру старый сад. Недобавшая листва Попутный ветер ожидает Он все, А он все на подлете тает, Касаясь листьев лишь едва. Кому-то, впрочем, повезет Подхвачен краешком потока Он в небеса взлетит высоко И в небе встретит птичий лед И с ним учит Да-да-вдаль Забыв осеннюю печаль Лев Болдов Тоже наверняка большинство из вас слышали фамилию этого гениального поэта. Я считаю, гениального. Я считаю, что вот Когда меня спрашивают Назовите вот лучших По вашему мнению поэтов Современных Конца прошлого Начала этого века Если десять человек Я называю Лева Обязательно. Если пять То тоже Лев Болдов Обязательно. Мне кажется, что сегодня Достаточно много его поют Его песни Не всегда мне нравятся те мелодии, которые придумала на его стихи И Грешин перед ним вот чем я Я один из тех людей, которые отбирали у него гитару Он выходил на сцену с гитарой Мы насильно отбирали И он выходил читать свои стихи Потому что гитары у него не было Он жаловал со зрителя У меня гитару друзья отобрали Мы были уверены на сто процентов Так как он читает свои стихи Так он их не споет Он был чтец Неимоверно классный Вы знаете, что он Любил иногда Выпивать Иногда Крепко Но даже в таком состоянии Я не помню, чтобы он когда-нибудь Перепутал хотя бы два слова Из своих стихотворений Этот диск написан на диске при его жизни И он очень вот любил эту песню И говорил, что Сэш, ты знаешь, ты по-моему Мои стихи вот сделал правильно Музыку Моцарт У него много песен на тему музыкантов У него есть посвящение Баху, Моцарту, Шопену Музыка 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 Моцарт На шаг последний выручился брат Всей этой жизни жалкий маскарад Триумф пройдох и распранченных чучел Он Моцарту давно уже наскучил Вино желаний отравил сто крат А Моцарт знал, в каком бокале смерть Она давно к себе его манила Ни в ком, как снега, братская могила Небесный труп, торжественная медь Когда б не распознал он этот знак Он гением бы не был в полной мере Но Бог вложил бокал в ладонь Сальери, а остальное домыслы писали КОНЕЦ Ну и четвертая песня совсем легкая, практически веселая Мы не были дружны Мы даже никогда в жизни не виделись Мы только переписывались с этим человеком Причем переписывались Это был конец прошлого века По-настоящему с маркой С почтовым конвертом С адресом Вадим Сергеевич Шефнер Замечательный ленинградский поэт и прозаик Несколько писем пришло от него А последнее письмо пришло Когда он получил от меня кассету С записью двух своих песен На мою музыку И сказал Завтра пойду переделывать визитку Добавлю к тому, что я Капитан дальнего плавания Первого ранга Что член Союза писателей Напишу еще поэт-песенник Хорошо и привольно на свете Только мало мне жизни одной Ожидай через пару столетий Вот на этой полянке лесной Выйду я, молодой, пригожий С рюкзаком и гитарой в руках В сапогах непракованной кожи И с подковками на каблуках Мне пугать тебя нет интереса На меня посмотри поскорей Я принес тебе запахи леса Расскрежем по заявке твоей Разожжем мы костер на рассвете Посидим у живого огня Жди меня через пару столетий Да смотри, не старей без меня Спасибо Спасибо Итак, диски Ленина Сергеева И мои диски, и мои книги Я вот там в уголочке Буду слушать других Кому хочется, подходите Спасибо огромное Спасибо 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 Спасибо